Первое ощущение, что происходит все не со мной, то есть какой-то дурной сон. А что, почему вы нас не боитесь, их прямо вот в маколотилом? И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь право. То есть нельзя кричать Вася, Петя или Митя, потому что менты могут услышать. Можно сейчас тебе включить кипятильник, либо нельзя. Получается, тебя закрывают в камеру, и внешний мир, он вообще перестает существовать. И начал осознавать, что впереди три года веселой жизни. Так вот, говорит, ну что вы, Владимир Владимирович, сейчас все будет. Мошенничество вам минимум, сделаем то, сделаем все, с улыбкой сидит так и говорит. Ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Ну и я понял, что это тюрьма, нам просто сказали, что мы сейчас арестуем, мы уже надоели. Я просто стою в храме, как бы, мне сзади там другой товарищ говорит, опера. Я так, ну, типа, говорю, надо хотя бы одно дело делать хорошо. Типа, что уж тут рыпаться, куда ты денешься. Бегать как бы по церкви, что ли, или что за бред, как бы. Ну, все, опера дождались окончания церемонии, как бы, и все, подошли такие. Здрасте, Ольга Леонидовна, вы вот арестованы, туда-сюда поедете сидеть. Так я вот, собственно, из храма поехала в тюрьму, все нормально. Я вижу какие-то подраздительные лица, ну, уже зная, что это по-любому оперативники из какого-то либо района. Не открываем дверь, потом прошу деда, выйди, скажи, что у меня дома нет, он выходит, этого нету. А у меня в это время, я вот, ну, молодой был, сейчас 16 лет, у меня играла музыка на всю квартиру, играл рэп у меня. И я, то есть, мы в окна, ну, все, смотрели, машину сели, уехали. Они переставили машину к подъезду, как это я уже потом узнал, что они переставили к подъезду. И я выхожу, меня, то есть, носом тыкают в асфальт, и потом они сидят, пикаются. И мы не думали, что у тебя дед, говорит, рэп, типа, слушает, ну, якобы, ну, я говорю, всякое, да, бывает. Ну, и вот так вот, здравствуйте, мы из наркоконтроля, постановление на обыск и постановление на арест. Статья 2.08. Ну, и все, и земля ушла из-под ног. В современной России 500 тысяч заключенных. 300 тысяч человек обслуживает уголовно-исправительную систему. В тюрьме может оказаться каждый, как вследствие реально совершенного преступления, так и вследствие других обстоятельств. В этом фильме более 40 героев, и у каждого свой уникальный опыт тюрьмы. Сумма их опытов образует мир. Азбука тюрьмы. Первая серия. Арест. Первое, с чем вы сталкиваетесь, это обыск. Когда, собственно, вам говорят зайти в клетку, сдать все ваши вещи, которые у вас есть, ни телефонов, ни книг, ни, там, не знаю, каких-то записей, ничего вот этого вам сейчас нельзя. Потом вам говорят раздеться, вы раздеваетесь. Потом вам говорят, что нужно присесть 10 раз, вы спрашиваете, зачем вам говорят, ну, чтобы мы увидели, что у вас ничего там не спрятано. Потом я приседаю, они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. И ты как-то спрашиваешь, зачем? И тебе ничего не отвечают. И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь право. Все эти стены вот этого замечательного кабинета, они пустые. Нет вообще никакого опознавательного знака о том, что ты, скорее всего, можешь этого не делать. Естественно, ты, как любой человек, не читал никаких кодексов. Ты, там, не разговаривал ни с какими первозащитниками, ты вообще не эксперт, ты просто человек, да? Тебя просто арестовали. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали, с этим надо жить каждый день. Петр Курьянов. Сидел по разным статьям. Освободился в 2012 году. Сейчас эксперт Фонда в защиту прав заключенных. Каждый день. Вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд, открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. Алина Витухновская. Поэтесса и журналист. Была арестована в 1994 году, а потом в 1997 году по обвинению в хранении наркотиков. И это в случаях реальных преступников, вот серьезных, там, я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела, ну, может быть, 20%. Все остальные это какие-то случайные люди. Это девочки из дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да. Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие человека на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И вот все эти люди, не только АИ, было еще большой процент, ну, процентов, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. И очень многие, фактически все, давали показания против себя и против других, просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками и избиениями, а только разговором о них. Просто психологическими манипуляциями. Я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, ну, как-то, ну, вот забавная какая-то тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь, их прямо вот мы колотила. То есть взрослый дядечка задавал мне вопрос, почему вы нас не боитесь. Ну, первое ощущение, что происходит все не со мной, то есть какой-то дурной сон. Владимир Переверзин, экономист, прошлый менеджер компании «Юкос», был осужден в 2004 году по статье «Присвоение и растрата» сроком на 11 лет. И я вообще считал, что вот-вот меня отпустят, как же, я же ни в чем не виноват, я уверен в, собственно, невиновности. Вот сейчас вот разберутся. И ты, когда сидишь, с определенной периодичностью происходит рассмотрение вопроса о мере пресечения. То есть где ты должен сидеть? В СИЗО или в тюрьме? Или дома? То есть, в принципе, я думаю, ну, а что ж меня в тюрьме-то держать? Меня же я в розыске не был. Мне позвонили, я пришел сам. А вот это вранье, патологическое, вранье следователей прокуроров, оно началось вот с самого начала, когда ты приходишь на суд, и прокурор говорит, он пытался скрыться, поэтому мы ходатайствуем держать его в СИЗО. Ну, шок, шок, конечно, шок. Я был в шоке, ощущение, что это происходит не со мной, и дурной сон. Дурной сон. И у меня еще... Я долго не мог прийти в себя, я не мог понять, в чем меня обвиняют. Я примерно понял смысл обвинения где-то месяца через три, чего от меня хотят. Я ехал на суд, понимая, что, то есть, я сейчас быстро там суд пройдет, час делов, и я спокойно домой. У меня буквально через 10 дней должна была быть свадьба. То есть, мы уже и кафе сняли, и все-все-все оплатили. Алексей Каспаров, предприниматель из Ростова-на-Дону. Осужден за дачу взятки накануне собственной свадьбы. Отсидел три года, с 2014 по 2016 год. И все, я пошел на суд, у меня забрали паспорт. Я что-то подозрительно как-то думаю, что это такое, забрали паспорт. Никогда на судах не забирали паспорт, а тут бам, и забрали. И мне говорят, три года общего режима. Я думаю, вот это да, приплыли. Звоню жене оттуда, говорю, свадьбы не будет, потому что меня посадили на три года. Ну, поехал я оттуда. Машина была припаркована возле суда, прям с нарушением. Думал, сейчас быстренько схожу, там все дела поделаю, и домой. А нет. Я думал, это сон. Первые там три-пять дней я думал, да это сон. Меня сейчас придут, разбудят, и я пойду спокойно домой. Это как это, это сон. Я вот только что ехал спокойно из дома с женой, там общался по телефону, решал дела, связанные со свадьбой. Тут клацы закрывают как-то. Я не понимал вообще, что происходит. Собаки, наручники, какие-то конвои. Все это для меня настолько было дико, я не понимал вообще, что происходит. Ну, потом, через неделю я уже начал понимать, что это не сон. И начал осознавать, что впереди три года веселой жизни. Заехал, три дня сижу, или четыре дня сижу. Олег Навальный, художник, брат политика Алексея Навального. Отсидел с 2015 по 2018 год по статье «Мошенничество» по делу Иф Роше. С нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, по которому отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, забирается на решетку, и как во все горло давай орать, уру-ру-ру туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова. В эту решетку. Но потом мне объяснил, что уру-ру-ру это вот такой, типа, призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать «Вася», «Петя» или «Митя», потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть «уру-ру-ру». Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варит, как сова, это ужасно забавно, и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я эти слова запомнил. Все, ну это как фильм для меня был, это заезд на тюму. Я прямо еще в таком состоянии, в непонятном, был как бы в шоке. Олег Кондратюк. Осужден по статье за распространение наркотиков еще до совершеннолетия. Провел в заключении 4 года. Освободился в 2018 году. Для себя в непонятном состоянии не был, еще заезжаю. Я помню, меня везут в какой-то пятерке в наручниках маленького. Тут мне с дома передали балу еды, кипятильники какие-то. Я то есть еду в наручниках, еще в таком юном возрасте, и просто понимаю, открываются ворота. Как будто мне показалось, что мы даже под землю спустились. Даже как-то, я не знаю, вообще другая жизнь. Вообще в шоке. То есть, а, и у меня есть вокзальщики такие в тюрьме перед следствием, когда ведут, то их собирают всех на вокзальщики, так называемые, а потом оттуда дергают по одному. И, ну, наследственное действие. И меня запустили вот этот вокзальчик. То есть, это дверь железная с глазком, с кормушкой, с которой отверстие в двери для подачи пищи, да, какой-либо. Такая лавочка вдоль стены, просто лавочка вдоль стены, и туалет, открытый туалет. И я думаю, да ну нафиг, вот здесь я буду сидеть такой, думаю. Ну, я прямо вообще, очаровавшил, какие-то газетки какие-то, поднял уже, постелил, тут лимонады попил домашнюю, домашнюю, уже спать завалили. Мне сейчас, типа, ты че, ты улегся-то, пойдем в камеру. Я думаю, фу, слава богу, я не здесь буду сидеть. Думаю, уже все, думаю, тут и буду сидеть. Четыре года вот на этой лавочке, где воняет. И все, начал. Три дня я вообще проспал, вот как подняли меня в камеру, да, тогда без карантина, тогда было, в изолятор поднимали, естественно, так как малолетка, подняли в камеру. Три дня я вообще проспал, никому не отвечал там, то есть какие-то проверки заходить, кто-то что-то заходить, мне было вообще все равно, я просто отсыпался. потом проснулся и просто не понял, что вообще происходит, откуда-то голос, короче, прямо три-два-пять, три-два-пять я, то есть, ну, я один в помещении, я думаю, че такое, че происходит-то? Три-два-пять, три-два-пять, думаю, блядь, откуда голос-то? Зайду к двери, подошел, там 3, 2, 5, и стою у раковины, что-то уже, что-то, то ли ума, 3, 2, 5, 3, 2, 5. Я вот стою, передо мной раковина, я, да, говорит, как дела? Думаю, понять не могу, как, откуда, что это вообще, что это такое? Мне говорят, сними гофру, какую гофру, думаю, ну, а я разговариваю, меня слышат, я как понимаю, что кто-то со мной общается, раковина со мной общается, думаю, как так, все, снимаю, это, значит, гофра, идет, и межкамерная система, то есть она объединена коленизацией, этими гофрами, там, трубами, снимаю вот этот, вот этот микрофон, и начинаешь с него говорить, и тебя что-то его слышно, и ты тоже понимаешь, как бы мы сидели по одному, там, нас посадили, и вот, и мне начинали объяснять, там, уже вечером, я уже с мамой, короче, разговаривал по телефону, вот так вот. Знаете, я не знаю, можно сказать, это, ну, чудо, не знаю, в тот момент, в СИЗО отбывали, ну, были под следствием, одна из группировок города крупная. Руслан Вахапов обвинен в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Осужденные по этой статье обычно подвергаются насилию и унижению со стороны других заключенных. Однако тюремный мир признал, что обвинение сфальсифицировано, а вина Руслана состоит в том, что он справил нужду не в том месте и не в то время. Отбывал наказание сроком пять с половиной лет строгого режима в городе Ярославль. И мы, ну, вот я еще, скажем так, в шоковом состоянии, еду в кобыле, да, так называемом, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор, почитать. То есть я его достал, отдал документ. Ну, я, если честно, ну, еще тогда был, ну, в неадекватном состоянии, просто как побухом по голове. Я, честно, я думал, до последнего думал, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. То, что, ну, бред силой кобыл. И я, ну, не верил, что так можно с человеком поступать. Ну, ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было вопросов. Ну, вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались. Но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Первый день, когда меня арестовали. Олег Родзинский, писатель. Один из последних осужденных за антисоветскую пропаганду. Сидел с 1982 по 1987 год в Лефортово и в колонии-поселении. Свой тюремный опыт описал в книге «Случайные жизни». Значит, меня приняли, ну, как положено, меня приняли, там, прогнали в Лефортово через прожарку, все, осмотрели и отправили в камеру. Значит, приводят меня в камеру с моим матрасом. А вы должны понимать, да, что, когда входит новый заключенный, то вы его не видите, вы видите матрас, который он перед собой несет, свернутый таким рулетом. Вот, значит, я вхожу, там сидит уже какой-то ЗК, вот, и три шконки, потому что в Лефортово спец, там камеры все по три шконки, и на троих, и есть две камеры на шестерых. Вот, я сидел и в тех, и в тех. И вот он мне говорит, вот эта шконка свободна, но я вижу, что она свободна, нет матраса, я кладу матрас. Он говорит, ну, ты хавал что с утра? Я говорю, да нет, говорит, меня с утра дернули на допрос в 7 утра, пришли за мной и вот отвезли сюда. Он говорит, не хавал, он говорит, и он вдруг подходит к двери, берет кружку и начинает кружкой молотить по двери. Открывается кормушка, он говорит, ну что, мужик с утра не хавал, давай этому баланду. А они ему, естественно, логично говорят, в ужин дадим, и закрывает кормушку. И он мне говорит, оп, блять, волки позорные, баланду пожалели. Я думаю, почему волки? Я просто не понял, что он имеет в виду волки. Я думал, волки, знаете, как волок, который валится куда-то. Вот. И вот я помню, меня это сильно произвело впечатление, когда он мне объяснил, что вот они волки, они же... Потому что волки жалеют все. Ну, получается, тебя закрывают в камеру, и как бы внешний мир, он вообще перестает существовать. Потому что из этой решетки... Алексей Полихович, журналист, фигурант болотного дела. Был осужден в 2012 году на три с половиной года по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Ты... Ну вот я видел из одной хаты в Медведково, где я сидел, там это была решетка не на свободу, а на внутренние какие-то территории тюрьмы. И там какое-то здание внутреннее было, я не знаю. Я помню, был такой момент, когда, ну вот, там, не знаю, две недели, три недели я просидел. При этом это было лето, было довольно жарко, и в целом как-то было довольно грустно, потому что я начинал понимать, что это все долго будет, что... А при этом только началось, и ты еще ни к чему не привык, все довольно страшно, все довольно пугает и как-то нервирует. И пошел дождь. Я поймал такое ощущение странное, что вот дождь меня как бы мне напомнил, что существует что-то еще, кроме тюрьмы. Я выбираюсь за эту решетку, за маленькую, вот в эту маленькую клетку. И вот под этим дождем как бы я... Что дождь, вот что делает человек с дождем, когда он живет обычно? Он от него прячется, он под козырьком, например, да? Или он идет домой. Если дождь идет, ты постараешься не ходить с собакой и подождать, пока дождь закончится. Дождь это то, чего ты избегаешь. Но когда сидишь в тюрьме, ты лишен вот этих каких-то простейших проявлений реальности мира, что в мире что-то меняется, что что-то есть, кроме твоей камеры и кроме того, что в чем ты сейчас живешь, да? И дождь такой маркер, что что-то еще есть. И хочется вот как-то... Как-то вот, короче, хотелось вот так вот хотя бы по внутреннему дворику, зоны пройти... Ну не зоны, а централа пройтись, хотя бы под этим дождем. И я... А самое важное ощущение было потом, когда я возвращался до этого образа, и у меня был такой момент болезненный, как будто я реально... Ну ментально, как будто я реально пролез сквозь эту решеточку маленькую. И я какое-то время вот такой маленький сидел, вот размером с эту решеточку, с спичечный коробок, не знаю, с пачкой сигарет. И было довольно грустно. И потом, я не знаю, лет, наверное, года через... Ну то есть, представляете, да, вот ты сидишь, вот у тебя это ощущение, а потом проходит полтора года, и ты впервые попадаешь нормально на улицу. И это была безумная радость, когда мы ездили на суды, и... А там как? Там автозак подгоняет прямо к воротам, и ты прямо, не знаю, ну три шага проходишь по улице, и сразу в автозаке, все. То есть ты все время в замкнутом помещении. А там фуру пригнали с картошкой, и она перегородила дорогу, и автозак не мог проехать в зону, ну, в СИЗО. Что ж я все время называю эту зону? И нас выпустили сразу после, ну, въездных ворот Централа, и мы шли по внутреннему дворику Бутырки, ну, там, понятно, что с наручниками, но мы шли прямо по улице. И мы, я не знаю, это как можно сравнить с человеком, который на Марс попал, то есть вот прям мы как космонавты. Ну, там картошка была, картошка лежала, мы ставили потом ее пиздить. Заключенный всегда готов к тому, что что-то плохо лежит, нужно это забрать, значит. И вот это вот ощущение, конечно, пустоты вокруг, да, оно вообще безумное, вот. Я буду страдать, так надо, все хорошо. Мы там, мы тебя убьем. Просто он тебя покусает, он просто тебе скажет что-то неприятное, да, но беспредел. Разберитесь, привлеките к уголовной ответственности. Пол-литра уходит страдальцам, пол-литра на общак, и пол-литра тебе возвращается самогон из трех килограмм сахара. Там серьезная личностная трагедия происходит на этом фоне. Продолжение следует...